Ситуация в настоящее время в Крыму стабилизирована. Наиболее сложный период с момента отключения 22 ноября всех четырех ниток линии электропередач, ведущих из украинской энергосистемы в крымскую энергосистему, сложный период пройден. Ситуация находится под контролем совместно с органами власти Крыма и города Севастополя МЧС. Благодаря тому, что были в прошлом году перебазированы мобильные газотурбины электростанции и дизель-генераторные установки, которые были включены в работу, это позволило пройти этот период кризисный и полностью обеспечить энергоснабжение социально значимых объектов и периодическое подключение всех бытовых потребителей в этот период. 2 декабря, Владимир Владимирович, в вами был введен в эксплуатацию первый этап энергомоста, соединяющий Крымскую энергосистему и Единую энергосистему России. Это позволило дополнительно передать в Крым до 260 мегаватт и обеспечить порядка 650 мегаватт собственной генерацией энергоперетока из российской энергосистемы в Крымский федеральный округ. Вчера, 8 декабря, была введена в работу одна линия из четырех, которые соединяют Крым со стороны Украины. И причем наименьшая по мощности была введена, я напомню, что там три линии 330 кВт и одна линия 220 кВт. Вот была введена в работу линия 220 кВт, которая позволила передать 160 мегаватт мощностей и обеспечить также частично электроэнергией полуостров, в том числе северной части и западной части. На сегодня общий объем мощности без дизель-генераторных установок суммарно составляет порядка 800-850 мегаватт. Это составляет от 80% потребности до 100% в зависимости от времени и режима работы. Я могу сказать, что сегодня днем, с учетом того, что солнечная генерация еще дополнительно была введена в эксплуатацию и доходила до 180 мегаватт, в настоящее время мы имеем общий объем установленной мощности в Крыму порядка 900 мегаватт, что обеспечивает 100%, то есть нет потребителей отключенных на сейчас. Но это днем. Учитывая, что максимумы у нас все-таки вечером и утром, когда включаются бытовые приборы одновременно, в это время мы еще будем испытывать дефицит электроэнергии порядка 200 мегаватт, то есть около 20%. Сделаны графики временных отключений в этот период, работа идет здесь по графику. Следующим этапом, в соответствии с вашим поручением, мы введем в эксплуатацию очередную цепь кабельного перехода энергомоста до 15 декабря, как вы поручили нам во время ввода первой линии, по графику 20 декабря. И мы получим еще дополнительно около 200 мегаватт, что позволит нам в дневное время обеспечить также полное энергообеспечение Крыма и фактически улучшить ситуацию, мы получим примерно 96% от общей потребности. Следующим этапом, Владимир Владимирович, будет в мае месяц следующего года еще дополнительно будут введены две цепи энергомоста из единой энергетической системы России, это 400 мегаватт, и суммарные наши собственные мощности без украинских перетоков составят 1300 мегаватт, что в целом позволяет полностью обеспечить энергосистему Крыма. Ну, безусловно, нам необходимы резервы, необходимы в том числе и на случай каких-то ситуаций, связанных с выводом из эксплуатации, с ремонтными программами, дополнительный резерв. Поэтому строится генерация и будет введена в эксплуатацию 940 мегаватт мощностей, генерирующих 470 мегаватт в сентябре 2017 года и еще 470 мегаватт в Крыму, это март 2018 года. Что, кстати, в текущей ситуации, то у нас топливообеспечение, как вы поручали, обеспечивается в полном объеме, запасы топлива до 20 суток. В настоящее время дизель-генераторные установки, которые были перебазированы и подключены в кризисный период, они выводятся из эксплуатации и подключаются только при необходимости в часы пик. Также обеспечена кадровая поддержка, там находится у нас 66 бригад, численность порядка 300 человек, и ведется соответствующая работа по мониторингу ситуации и по ускорению ввода в эксплуатацию соответствующих мощностей. Хорошо. Вторая цепь когда должна быть? Вторая цепь до 15 декабря вы нам поручили. Вот смотрите, ну, во-первых, нужно возобновить поставки угля на Украину. Они включили хоть одну, но все-таки одну ветку включили. Возобновить нужно поставки угля. Первое. Второе. Нельзя допустить, чтобы тогда, когда мы полностью запитаем от четырех цепей и полностью покроем все, что поставлялось Украиной в Крым, нельзя допустить, чтобы у нас были длящиеся контракты на поставку электроэнергии с Украиной в Крым. Если это нам будет не нужно, понимаете, да? Насколько я знаю, вот Дмитрий Николаевич докладывал, таких вроде контрактов нет, но надо посмотреть, понимать, чтобы не ставить никого в трудное положение, и заранее всех предупредить, что с такого-то времени электроэнергия нам вообще не нужна. В принципе, она не нужна и сейчас, по большому счёту, если использовать переносные передвижные генерирующие мощности, ну, украинские партнёры возобновили, ну, хорошо возобновили, значит, возьмём то, что они возобновили. Соответственно, в ответ нужно возобновить поставки угля на Украину. Спасибо. 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 Спасибо.